Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, Благослови наши занятия! Пусть она там молится, а ты будешь с нами сидеть, да? Какие события на неделе были? Какие-то наши православные что-то произошло? Вот это металлическая палочка, ее вот так сгибают вокруг носа, и все, и туда все облегают. Так, начало рождественского поста, правильно. Так, вот мы с вами продолжаем изучать тему из этой книги. Сборник, знаете, здесь сборник, подборка материалов очень хороших. Вот мы с вами какие темы уже отсюда прошли? Так, огня. А лжи? Первое у нас было, мы разобрали о лжи. А брата бритв? А брата бритв, в прошлый раз мы разобрали специально для наших братьев. Так, не истер. И милостей. О милостыне, да, о милостыне, правильно материализоваться, о милостыне разобрали. Три темы, три воскресения мы с вами занимались. А лжи, самое главное, одной строчкой, что мы должны запомнить? Добрать. Никогда. Никакое лживо спасение, никаких вариантов не может быть. Лгать нельзя, да? Не ради спасения, не ради добра, не ради того, чтобы, говорят, ради того, чтобы вот мне там было лучше, я сейчас чуть-чуть совру, да, и избегу какой-то... Врать нельзя. И мы прочитали много мест из Писания, которые это запрещают. Никогда. Не ради выкручивания, ни в школе, ни дома, ни с верующими, ни с неверующими. Нигде нельзя врать. Так, о милостыне? Какое, вот вы бы сказали, главное о милостыне? Надо сначала подумать с этим человеком. Правильно. Что он потратил? Милостыню делать нужно, что превыше всего, с рассудительностью, да, тоже мы сами считаем, что прежде всего здесь должна быть рассудительность. Садись вот между девочек, садись. Все, каша уже большая, сама сидит. С рассудительностью, да, милостыня должна быть с рассудительностью. И о бродобрите, Иван нам скажет, Иван уже входит в тот возраст, когда уже скоро начнет борода расти, буквально через пару лет, да, Иван? Что о бродобрите? Тоже одним словом, что ты можешь сказать, что ты запомнил? Нельзя брить бороду. Нельзя брить бороду. Ну, можно так сказать, да? Оля сформулировала. Самое главное, запомнило из всего, что мы прочитали, что ее брить нельзя. Все верно. Так, и сегодня у нас начался рождественский пост. Сегодня, сколько успеем, разберем материал о посте. Маде, разреши, маленькое слово. Я случайно увидел, вот у девочки у нее надписи, у нас по уставу не положено. Хорошо. Ни одной надписи, никакой. Даже в каждый дом Евангелия мы запретили, смотри, на рукаве. Обязательно убрать или зашить сверху. И там у Тарасика, что там за знак такой? Герб какой-то. Только растительного происхождения разрешается по уставу. Так что проверьте, бывает где-то на обуви, на голове, нам это не надо. У тебя что за рисунки здесь? Ну-ка подними платочек. Я не помню, что это там? Это бабочки, растения. Ничего, кроме растительности. Все. Простите. Так, а посте? Пост в собственном значении означает воздержание. Перечисляем. В пище, в питье и в удовольствиях. То есть не значит, что просто пищу поменяли и все, да? Это воздержание идет во всем. И в удовольствиях в том числе. Это не значит, что там буду есть одну картошку, поститься, но при этом праздники, веселье, и жизнь моя никак не изменяется с наступления поста. Иногда воздержание. Иногда воздержание выражается в совершенном неедении. То есть такой настоящий пост, это совершенно ничего не есть. То есть не есть, некоторые не едят, не пьют, но по силе вот веры своей и вот могут так воздерживаться, что даже один, два или даже больше дней не пьют и не едят. Но чаще всего пост это не едение мясной и молочной пищи. Так называемая скоромная пища. Скоромная пища, то есть не постная. Вот воздержание в скоромной пище это уже пост. С этой точки зрения на языке медицины пост можно было бы назвать период диеты. Такая диета вегетарианская некоторые говорят, да? Что не едим мы что? Что еще? Молоко и яйца. Правильно. То есть вот эти три ингредиента вкушать нельзя во время поста. Необходимость воздержания пищи в обуздании чрева вытекает из самого устройства человека, имеющего кроме тела еще и что? Человек состоит из чего? Тела и душа. Имеющего кроме тела бессмертную душу. Из греховной испорченности человеческой природы нарушена гармония между телом и душой. В результате чего греховные желания тела большей части берут вверх. А иногда и совсем подавляют человеке все добрые порывы души. То есть тело у нас, когда позеваем, рот закрываем, тело у нас берет на собой вверх. Вот какие бы примеры вы могли привести, подумайте. Когда тело не дает что-то делать душе, проявлять себя. Ну как вы подумайте, из своей жизни или вообще подумайте, как. Душа что нужно? Духовную пищу, например, почитать, помолиться. А тело говорит, я уже устала, я сегодня набегалась, нужно спать, лечь, я сейчас посплю, отдохну. И тело берет вверх, все. Человек не помолился, например, и лег спать. Победил душу? Тело победило, хочет полежать, отдохнуть. Тело главное становится. Оно, я хочу есть, на что делать? Я хочу есть, все. Паститься уже человек не пастится. У меня желудок больной или еще что-то. Все только о теле. Желудок это тоже тело, да? Тело наше, которого потрогать можно. А душа, может быть, душа нуждается в чем? В посте, в молитве, в добродетели. Обуздать насилие своей физической природы, дать раскрыться и окрепнуть возвышенным стремлением души, возможно, только с помощью поста. Вот почему церковь придает посту такое большое значение и утверждает, что без поста невозможно христианская жизнь. Воздержание в пище своего рода кровь был заповедан еще в раю Адаму и Еве, когда что было запрещено? Был уже запрет на вкушение плодов с этого дерева, да? Как бы тебе не хотелось, а нельзя. Вот сейчас как бы не хотелось мороженое поесть, да? Ой, мороженое хочу, а пост, жди до Рождества. Ну, пусть она. Или там хочется что-то там, курочку услышали, где-то запах пошел от соседей, курочкой пахнет, или еще что-то. Все, у нас пост. Вот так же было и, ну, как бы образно. И у Адама и Евы, как бы им не хотелось эти такие сладостные плоды, вот вкусные, наверное, такие вожделенные, вот ходят они вокруг. Вот, наверное, они там вкуснее, чем на дну нельзя. То есть это как бы такой уже был образ поста, да? Да? Вот здесь можно, там нельзя. Учись воздерживаться, учись себе запрещать. Через запрещение вкушать плоды, дерево, познание добра и зла. Бытие 2.17. Тем более пост стал необходимостью после их грехопадения. И поэтому на протяжении всей истории мы видим, как праведные люди строго постились в разные периоды своей жизни. Из Библии кто-то может сказать, кто постился? Много примеров поста. Кто постился, вспомните. Кто долго постился, правильно. Моисей постился 40 дней, да? Или я постился. Постился Давид. Что он говорит? Я во время болезни их одевался во вредище, изнурял постом душу мою, и молитва моя превращалась в недра моё. Ну, то есть он тут перечисляет. Надо читать весь псалом, чтобы понять, в какой ситуации он это был. Кто-то болел, он говорит, во время болезни их. И он говорит, что делал? Изнурял постом душу мою. Кто был Давид? Царь. Царь. Царь, который мог себе позволить все ядраства, любые. Мог послать там посланцев каких-нибудь, чтобы привезли ему заморской еды, какой-то невиданной пищи. Мог есть 40 раз в день, чтобы за ним с блюдами ходили. Царь, с блюдами с еды в любой момент раз повернулся, поел там, да? Всё мог есть. От экзотических орехов до каких-нибудь экзотического мяса и морепродуктов мог себе позволить. Но он что написано? Он пишет, я изнурял постом душу мою. Когда он молился, молился и при этом во время болезни их. То есть ему нужно было помолиться. И чтобы усилить свою молитву, он постился. То есть пост помогает молитве. Вот сейчас, кстати, дальше я вам прочитаю. Вот здесь Василий Великий пишет. Пост самое лучшее убранство женщин. За 23 лет охранения супружества. Примите пост здоровые. Это охрана вашей телесной крепости. Примите пост больные. Нюксеры говорят, я болею, мне поститься нельзя. А Василий Великий говорит, примите пост больные. Это матерь здоровья. Пост полезен во всякое время, потому что на постящегося не смеют нападать демоны. И здоровым пост полезен, и больным он особенно полезен. Больным всегда что прописывают? Специальные лечебные диеты. То есть как ты питался обычной пищей, больному так не надо питаться. Нужно воздержаться. Есть такая книга «Чудо голодания». Конечно, о ней много спорят и все. Но там пишет ее специалист. Он описывает на физиологическом уровне, на химическом уровне, почему полезно во время болезни поголодать, воздержаться в пище, чтобы организм не тратил свои силы на еду, на переваривание ее. Представляете, сколько сил, энергии, калории уходит на что, чтобы пищу обработать, согреть, переварить, выработать пищеварительные соки. А потом все время перистальтику кишечника. 12 метров, представляете, кишечник. Это перистальтика, это мышца каждого. Там есть продолговательные мышцы. Гладкая мускулатура. И вот она там должна все это двигать, перистальтику. Представляете, сколько каждая мышца съедает калории, энергии. А это все время кишечник должен работать. Значит, все застой, непроходимость, операции и так далее. Сколько энергии на это уходит, чтобы с пищи возюкаться, так скажем, организму. И вот когда организм болен, ему нужно столько сил и энергии, чтобы болезнь победить. А человек тут ест, ест, и ему передачки несут. Вот такими сумками в больницу несут. Вот аж, говорит, он сам не отнесет больной. Надо, чтобы кто-то помог до палаты донести. Там банки, термосы, бутылки. Сумки, аж руки выворачиваются. У нас вот носит это, которое по палатам разносит. Такое у нее телега вот такая. Она ее еле-еле в лифт закатывает, везет. И каждый час эту полную телегу. То есть они болеют. Им бы воздержаться немножко в пище. Не значит, что вот нельзя им есть. Нет, надо есть. Ну там, в основном после операции, нужно потихонечку, полегонечку. Какое-то время, может быть, даже и вовсе поголодать. На жидком, на всем быть. Там на пищике, селечке, бульончике и не более того. А им еду эту несут и несут. Там полные холодильники забиты. Представляете? Да больным-то этого и не надо. Вот выздоровеет, там пусть силы найдутся. На несколько дней у человека всегда есть силы. Он может без еды прожить. Не упадет, не в обморок. Тем более, куда ему падать? Он лежит после операции, почти не ходит. То есть пищу-то не надо вот так некоторых. Как же, надо же есть, надо же силы. Прям пища, это культ какой-то. Культ прям, большинство. Вот ради пищи там на все готовое. Скажет там мама ребенку. Я тебе шоколадку куплю. Все, ребенок растаял, на все соглашается. Все сразу успокаивается. Там перестает баловаться. Ради еды, ради шоколадки все. Сдаются сразу. Прям готовые, да, Тарас? Нет? Ну улыбаешься. Я спрашиваю, бывает такое? Ну не у тебя, а у других у кого-то. Что ради еды, ради угощений, там тортиков. То есть люди недуховные, у них пища стоит вообще, ну наверное, пища, удовольствие на первом месте в жизни. Поэтому вот им не надо уподавляться. Ну да, хочется что-то где-то вкуснее. Бесы, демоны изгоняются только молитвой и постом. Матфея 17, 21. Молитва и пост. А еще где-то... Доброе дело, молитва с постом и милостыней, и справедливостью. Говорят, у молитвы, вот вы начинаете о чем-то молиться, просить. Ну там, не знаю, экзамен сдать хорошо вам. Или там, чтобы мама у вас выздоровела, да. Или еще какие-то вот такие вот начинаете молиться. Кто-то путешествующий, или там серьезная какая-то беда случилась. С папой что-то, да, там произошло. И начинает человек молиться. Какие крылья у молитвы? Пост. Пост. И милостыня. А зачем молитве крылья нужны? Чтобы говорят, да, молитва у вас, говорит, такая до потолка-то не долетит даже, да. Такая приземленная молитва, простая, там быстренько на бегу, как попало. А чтобы молитва была сильная, как бы окрыленная, это образно. Господь нас слышит, конечно же, и здесь, и не от силы нашего там громкости зависит, докричимся мы туда или не докричимся. А вот это образно, как бы у молитвы крылья, чтобы молитва поднялась до самых небесных, до самого престола Божия. И чтобы Господь не услышал, она должна туда долететь. Такое аллегорическое выражение. И у молитвы должны быть два крыла. Одно крыло – это что? Пост. А второе – милостыня. Мы которое уже изучали. Что милостыня разная бывает, да, это не только деньги кому-то дать. Пост, значит, милостыня, пост – это крылья у молитвы. Но и ныне еще говорит Господь, обратитесь ко мне всем сердцем своим в посте, плаче и рыдании. Назначьте пост. Назначьте пост. И самый ценный пост, вот самый-самый ценный пост, тот, который вот у нас, ну, конкретно вот дата начинается, там мы постимся. Заканчивается, все, мы разговариваемся, да. Или какой пост, какой здесь сказано? Назначенный пост, назначить пост. Случилось что-то, все, объявляем пост. Пост, может быть, даже не есть и не пить. Вот этот пост, он намного сильнее, важнее, да, чем когда по расписанию. Хотя по расписанию эта церковь тоже нам в помощь дала. Тоже очень все это мудро придумано. В какие дни именно поститься. Почему поститься? Ну, когда назначенный пост, когда вы усиленно молитесь и при этом поститесь, даже если поста нет, пост еще не пришел, можно есть. Вы можете себе разрешить. А когда вы сами себе назначаете пост, молитву, это самый ценный пост. Понятно? Поэтому, если у вас какая-то нужда очень сильная есть в молитве, сами себе объявите. Не обязательно, чтобы вот еще вот всех там, всех оставить вокруг там, всю семью. А вы для себя даже, вот у меня есть такая нужда, конкретно моя нужда. Сами воздержание пищи себе объявляйте, молитву, уединитесь, помолитесь. И Господь вас услышит. Кроме многодневных постов, кто нам повторит четыре многодневных поста в году? Кто скажет? Успенский, Петросский и Великий. Но не по порядку ты сказала, если уж тогда говорить, Петровский. В июне вместе у нас перед Миром Петра и Павла. Успенский перед Успенским. Рождественский перед Рождеством. И кто-то как-то нам сказал. И Пасхальный пост. Он называется не Пасхальный, а Великий перед Пасхой, да? Есть какие еще у нас посты? Среда и Пятница. Леонида, молчи все время. Скромно. Почему пост Среда и Пятница? В среду... Леонида спросила. Уже идти надо? Говори скорее. Среда у нас почему постимся? Говори, Агнюша, сестра выручит тебя. В среду? Может, потому что сначала рейт. Нет. В среду, каждую среду мы постимся между обычными длинными постами. Ну и Фросинья говорит. Потому что в среду Иуда придал Христа. В среду Иуда придал Христа. И воспоминание этого, это же не радость. Это такое горестное событие, печальное, да? Предательство произошло. Мы постимся в этот день. А в Пятницу? Поля хочет сказать. А в Пятницу почему? Ну все уже. Ты почему отвечаешь не это самое, с места? Потому что его произошло распятие Христово. А в Воскресенье уже мы никогда не постимся. Потому что что в Воскресенье? Он воскрес. И все воскрес. Поэтому даже если самый-самый строгий пост, в Воскресенье идет послабление поста. Понятно? Потому что в Воскресный день, в каждое Воскресенье, это воспоминание о том, что Христос наш Воскрес. Это уже праздник. Понятно? Ну что, скажу только, что вот сейчас у нас рождественский пост. Он у нас появился. Первое упоминание было в IV веке о нем. А признали его уже на Константинопольском соборе в 1166 году при Патриархе Христос Верге. Этот пост начинается 28 ноября. По-другому называется Филиппов пост. Потому что от дня святого Филиппа 28 ноября. И длится до Рождества. И самый-самый строгий день в этом посту. Кто знает, самый-самый строгий, когда не едят? Сочельник до первой звезды ничего не вкушается. Не пьют и не едят. Но зато, когда появится рождественская звезда, еда смелее. Все. И готовимся уже к Рождеству. Вам только объявление. К Рождеству надо начинать готовиться. Подумайте о сценках. В следующее воскресенье уже нужно начать. У нас там всего три или четыре воскресенья, когда мы можем подготовиться. Сценки, стихи, может быть, кто-то что-то предложит. В следующий раз уже приносите распечатанные, приготовленные. Все. Идем молиться. Не топаем. Потихонечку заходим. Благослови, душа моя, Господа. 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 Песня. 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok